Рэй, весь этерс Ирте. Модели финансирования закупок для проекта Рейлбалтик. В планах закупки международного масштаба, а также местного, в которых смогут участвовать предприятия конкретной страны. Временные рамки остаются прежними. В конце 2025 года из Сталина должен пойти первый поезд. Сейчас мы находимся на этапе поиска лучшего технического решения для грузового терминала в Таллиннском порту. Это будет стартовой и конечной точкой Рейлбалтика. Также мы ищем решения для узла обслуживания инфраструктуры и депо в Эстонии. Именно подписание соглашения об организации закупок было главным препятствием для реализации проекта в Балтии. До 30 сентября его должны были подписать все девять вовлеченных в этот процесс сторон. Но одной подписи нет до сих пор, а именно главы литовских железных дорог. Их представителей не было и сегодня в Риге на пресс-конференции. Вместо них приехал человек от Министерства транспорта Литвы. Я лишь могу подтвердить, что мы в министерстве работаем, предполагая, что литовские железные дороги подпишут это соглашение. У нас нет доказательств того, что этого не произойдет. Так что никаких обещаний я дать не могу. Но могу заверить, что пока этот вопрос технического характера. Предприятие изучает договор и оценивает риски. Теперь вопрос скорее, когда договор будет подписан, а не об изменении его текста. Будьте терпеливее. Напомним, ранее председатель транспортного комитета Европарламента Михаэль Крамер предупреждал, если Балтия будет медлить, Европа может отказаться от поддержки проекта. Латвии остается только ждать. В этом проекте есть не только те 8 или 9 сторон, которые должны поставить подпись. Есть и еще один важный инвестор — Европейский Союз. Он дает 85% денег. И вряд ли он допустит, чтобы произошло то, что не должно произойти. Все возможно, но я думаю, литовские железные дороги подпишут договор. Хотя латвийская сторона и признает, что определенное отставание от графика есть, здесь сохраняют оптимизм. Говорят, железную дорогу европейской ширины и скорости закончат в срок. Сергей Герасимов, Кришьяни Стоит, из Латвийской телевидения.